Здравствуйте, дамы и господа! Мировые финансовые рынки продолжают лихорадить, и это не случайно. Опять появились слухи вчера, что рейтинговые агентства могут понизить уже кредитный рейтинг Франции. На этом фоне мы вчера отмечали довольно серьезную просадку единой европейской валюты, падение риска аппетита в Европе, а также негативные тенденции в американскую торговую сессию. В общем, мы видим, что не все так просто в Датском Королевстве, то что на самом деле проблемы объективные, проблемы не будут быстро решены, и на этом фоне инвесторы стараются максимально уходить из рискованных активов, и под влиянием этих настроений желтый металл, а именно золото, продолжает бить новые рекорды. Но давайте теперь мы посмотрим на то, как у нас торговалась сегодня Азия. Итак, индекс, прошу прощения, индекс Азиатско-Техокеанского региона, MACI, сегодня все-таки оказался под давлением. В первую очередь это обусловлено, конечно же, той ситуацией, которая сегодня, прошу прощения, вчера творила в Соединенных Штатах, а именно основные американские фондовые индексы вчера довольно серьезно просели. Итак, индекс Азиатско-Техокеанского региона, MACI, сегодня торговался в отрицательной зоне, к настоящему моменту снижается на 0,24%. Что касается торговли на японских торговых площадках, то они также, эти торговые площадки, сегодня закрылись в отрицательной зоне. Nikkei 225 потерял 0,63%, токийский фондовый индекс Topic снизился на 0,75%. Шанхайский индекс Shanghai Composite сегодня, наоборот, вырос на 0,6%. Но это связано, опять же, с местными, с китайскими новостями. Все-таки китайские власти решили пока не оказывать негативное воздействие на рынок. Они там все время придумывают какие-то меры для того, чтобы инфляция не росла и в то же время, чтобы не мешать рынкам чувствовать себя хорошо. Но видно, на этом каком-то дуализме своеобразном, китайцы сегодня подросли. И так, как я уже говорил, Shanghai Composite прибавляет 0,6%. Что касается индекса Гонконга, то Hang Seng сегодня упал на 0,95%. Итак, рынок нефти. Нефтами фьючерсы сегодня оказались под давлением после вчерашнего довольно-таки значительного роста на фоне снижения запасов нефти в Соединенных Штатах. Но, конечно же, негативные новости из Европы, новости, связанные или слухи, точнее говоря, связанные с Францией, продолжают оказывать давление на риск аппетита инвесторов. Все-таки ожидание того, что спрос на нефть будет снижаться, влияет негативно на желание инвесторов покупать данные активы. На товарном рынке ситуация в целом, ее можно охарактеризовать как 50-50, примерно половина активов снижается, половина растет. Из тех активов, которые нам интересны, я бы выделил, например, контракт на медь. Медь прибавляет 2,62%. Удивительно, что вот в этот период так называемого биржевого кризиса медь себя чувствует довольно-таки неплохо. Золото растет на 0,31%, находится на уровне 1789 долларов за одну унцу. Хотя сегодня золото пробивало следующий психологический уровень 1800 долларов за одну унцу. Но закрепиться на этом уровне пока что оно не смогло. Фьючерс на серебро снижается на 0,73%, находится на уровне 39 долларов за одну унцию. Итак, валютный рынок Форекс. Индекс доллар к настоящему моменту снижается на 0,21%, находится ниже уровня в 75 пунктов. В общем, мы видим, что качели на рынках продолжаются. К настоящему моменту, а именно в азиатскую торговую сессию единой европейской валюты начала расти. Но, очевидно, это связано с теми довольно-таки настойчивыми заверениями рейтинговых агентств о том, что они не будут понижать кредитный рейтинг Франции, о том, что они подтверждают этот рейтинг. Ну, вроде как удалось немножко стабилизировать эту ситуацию. На этом фоне единая европейская валюта растет и находится на уровне 1,4265. Что касается британского фунта, именно пары фунт-доллар, то пара, как мы и предполагали, скорректировалась к 200-дневной скользящей средней, к уровню 1,6140 оттолкнулась от этого уровня. Сейчас находится на уровне 1,6201. Но, в целом, можно говорить, что пары евро-доллар и фунт-доллар продолжают консолидироваться, двигаются в боковом, довольно-таки узком диапазоне. Что касается пары доллар-франк, то здесь мы отмечаем ослабление франка. В первую очередь, это связано с ожиданием проведения банком Швейцарии валютных интервенций, направленных на ослабление курса национальной валюты. Пара доллар-японская иена все-таки пытается снижаться. Никак не удается ЦБ Японии сбить курс своей национальной валюты. Все-таки давление довольно сильное, инвесторы уходят в валюты-убежище. Вообще, в целом, нынешний кризис можно охарактеризовать как кризис недоверия инвесторов, частных лиц к банкам. Если, например, кризис 2008 года характеризовался как ситуация недоверия между банками, то здесь вот такая вот интересная ситуация отмечается. Именно недоверие клиентов к банкам и в целом к деньгам. Поэтому мы видим на этом фоне рост золота. Что можно ожидать от открытия Европы? На премаркете фьючерсы на основные европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Похоже, Европа сегодня, несмотря на вчерашний негатив, попробует открыться в плюсе. Но, опять же, это благодаря тем словам, которые раздавались вчера поздно вечером в Европе, о том, что рейтинг Франции понижаться не будет. На этом фоне, скорее всего, после вчерашнего падения, сегодня Европа откроется в плюсе. Как будет дальше, мы уже с вами увидим. Итак, к настоящему моменту фьючерс на индекс Dow Jones Stokes 50 растет на 1,09%. На этом у нас все. В дополнение, я вас приглашаю на наши бесплатные курсы обучения торговли на мировом валютном рынке Форекс. Более подробную информацию о ситуации на финансовых рынках вы можете найти на нашем сайте www.grandcapital.net А с вами был Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента компании Grand Capital. До свидания. Удачи вам и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok